Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет снова закупка продуктов из магазина Лента. По традиции, раз в неделю я туда езжу. Но в этот раз что-то всего понемножку, как-то я не знаю. Как-то я не знаю. Походила, побродила по магазину и в итоге взяла всего по чуть-чуть. Но все такое, почти все самое нужное. И сумма у меня составила 6231 рубль. Да, вроде бы такая. Но в общем, сейчас покажу, что купила. И вот такая вот закупка у меня получается. Давайте по традиции начнем с мяса. Вот такие две куриные тушки. Я их разделаю снова спинкой. Косточка с грудки у меня пойдет на суп. Все остальное, естественно, на так, на что-нибудь. Дальше здесь у меня кусочек окорока. По 189 рублей. В принципе, неплохой кусочек. 266 рублей получилось. Полтора килограмма. Дальше фарш домашний говядина плюс свинина. По 329 рублей. Получила где-то 840 грамм. Вот такой небольшой взяла. Дальше сосиски венские. Я буду делать пиццу. Поэтому еще взяли вот сыр голландский. Сыр ламбер. Вот такой вот. Кстати, ламбер мне не очень нравится. Не знаю почему. Вот колбаска тоже сервелат коньячный. И вот такая вот вязанка. Хочу разные, ну как бы такой ассорти сделать. Сосисочки и колбаску. И вязанку вот эту вот. И плюс еще хочу солянку сделать. Вот дальше здесь. Так, дальше по мясному вот такой бекончик. Тоже, наверное, куда-нибудь, не знаю. И вот основа для пиццы. Вот эта лентоска. Кстати, нам очень нравится. Видите, у меня две упаковочки. То есть буду накручу что-нибудь. Так, дальше здесь у меня вот такой соус. Баварский кальвия. Очень, кстати, вкусный соус. У меня муж его попросил снова купить. Вот этот медово-горчичный. Очень нравится. Дальше обычный хорьен. Вот такой столовый. Кстати, неплохой вот этот. 365 дней. Дальше творог. Пискаревский. У меня здесь четыре упаковки. По 250 грамм. Я хочу сделать королевский творожный пирог. Вот, так что купила творог. Дальше снова молоко, как обычно. Сметана. В этот раз взяла 15%. Потому что 10 почему-то не нашла. Дальше вот такой он мажетель. Корпус дыни. Очень у меня все любят. Снова вот эту сгущенку. Очень мне понравилось. Здесь она очень вкусная. Так, и, ну, конечно же, чипсы. Тоже дети попросили. Ну, ну да. Вот. Так, дальше у меня здесь еще. Сырочки вот эти. Вот эти вот лентовские. Обожаю вот этот вот картошка. Просто я обтащусь от него. Но тут еще всякие разные дела. Потому что, потому что, не только я одна их ею. Вот. Так же здесь у меня пышка. Две упаковочки. Как раз таки на творожный. На творожный пирог, да. Королевский. Обычное сливочное масло. Вкусноте его мы очень любим. С удовольствием кушаем. Дальше здесь чай. Вот этот Гринфилд. Боже, какой вкусный вот этот чай. Это любимый чай моей мамы. Именно вот такой. То есть, Кения Санрайз. Вот этот вот с таким закатом. Или восходом. Не знаю, закатом. Наверное, почему-то мне кажется очень вкусный чай. Я прям советую. Так, дальше здесь батон лентовский. Хлеб дарницкий. И вот такую взяла тоже булочку. Тоже мои попросили. У меня вот такой мини-багет с луком. И вот эти вот сырные лепешки, только они теперь вот в такой упаковке. Вот с ветчиной одна. А вторая вот эта вот у нас просто сырная. Мои обожают. Вообще не знаю. Тащатся. Надо будет как-нибудь, то есть, какой-нибудь рецепт найти, попробовать самой такой сделать. Вот. Дальше у меня здесь фрукты, овощи уже пошли. Значит, вот такой арбуз по 12,29. Получается сколько? 5,7, ну почти 6 килограмм. Такой вот неплохой. Дальше груши. У меня мама, кстати, свои все, которые у него поспели, посушила. Так что у нас сухофрукты на компотик зимой. А это вот так вот нам покушать по 104 рубля. Вот такая груша. Тоже попробовать. Вот яблоки. Как вы поняли из предыдущего моего влога, что яблоки слопала моя собака. Паданцы. Поэтому купила вот такие яблочки по 79 рублей. Не просто нам погрызть. Дальше. Мандаринки вот такие. Кстати, неплохие вкусные мандаринки. Единственное, что с косточками. Дальше здесь огурцы. Вот такие по 66 рублей. Вот помидоры. Вот такие по 29 рублей. А, и еще бананы забыла из фруктов. Бананы по 62 рубля. Но что-то они такие прям, не знаю, аппетитные, ароматные. Что вот это, что две ветки. Видите, у нас 142 рубля. У меня получилось 2,2 килограмма. Вот такие вот. Так, дальше у меня тут продолжение овощей. Картошка вот такая получается по 17 рублей. И у меня где-то вышло почти 5 килограмм. Картофель красный. Ну, что-то больно. Он такой, знаете, прям хороший, хороший там лежал. Дальше. Снова докупила перцы по 44,89. Ну, считайте, 45 рублей. Тоже, наверное, под заморожу их. Капусточку вот такую. Ну, на суп какой-нибудь салатик. Дальше. Баклажаны снова купила. Я хочу их сделать, но немножко уже по-другому. С томатами и с лучком. Тоже закрутить баночки. Вот, немножечко хотя бы. Поэтому, да, ну, считайте, они по 50 рублей. Ну, вызывают немного их. И морковку тоже. Морковка по 18 рублей. Единственное, что это вот эконом, который. Единственное, что она прям такая крупная, огромная. Ну, ничего страшного. Тоже в какие-нибудь салатики, что-нибудь в этом духе. Дальше снова пасту. Сплат наш любимый. Единственное, что вот такую вот для десен. В общем, другой решила какой-нибудь. Потому что голубенькая там уже немножко поднадоела. И яйца. Вот такие снявенские. Ценой 30 штук. Ну, что-то решила взять снявенские. Не знаю. Вот. И вот такую туалетную бумагу. Так что вот такая вот, в принципе, получилась закупка. Сейчас покажу вам чек. И вот показываю чек. Меня просили помедленнее. Постараюсь, чтобы не нажимать постоянно на паузу. Я понимаю, что это неудобно. Постараюсь помедленнее. Здесь вот, извиняюсь, у меня чек порвался. Маргарин пышка для выпечки. Две штуки по 46 рублей. Итого 93,98. Зубная паста. Сплат 94,99. Дальше чай черный 184. И соус горчичный. Итого сумма составила 6,231. Скидка 2000 рубля 46 копеек. И в кассу я отдала 6,231 рубль. Вот. Вот это вот сумма НДС и так далее. Это все пишется, как я поняла, для каких-то небольших ИП и так далее. Кто вот перекупщик и тому подобное. Вот. Также у меня спрашивали, почему я так мало покупаю круп. Ну, не знаю. Во-первых, они у нас как-то не очень быстро заканчиваются. А во-вторых, я обычно бывает, знаете, какие-то акции, скидки. Допустим, на тот же рис или на ту же гречу. Или на какие-то макаронные изделия. И так далее. И я набираю сразу несколько упаковок. То есть вот было у меня, я рис брала там сразу по 2, я могу по 3 пачки брать. И макароны тоже иногда по несколько пачек беру. Вот. Правда, сейчас у меня запасы уже подзаканчиваются. Так что будут какие-то скидочки на макаронные изделия. Кстати, очень часто в ленте бывает на макароны, по-моему, 30%. И на что-то сырые или что-то в этом духе. И я обязательно набираю или какие-то там рис бывает какой-то там азиатский или какой-то особенный распродается. Я, конечно же, обязательно беру. Ну, а так как бы, в принципе, докупаю все то, что есть. Чаще всего заканчиваются, конечно же, фрукты, овощи. Ну, и кое-что из молочки. Молочные продукты почему тоже так мало? Ну, потому что меня особо никто не ест. Молоко у меня не пьют стаканами. Вот как, не знаю, никто. Добавляем его в кофе, в какие-то блинчики. Только я уже много раз об этом говорила. И как бы на этом все. Вот, так что, в принципе, покупаю почти всегда по мере необходимости. Ну, кроме каких-то акций. Ну, я думаю, что все хозяюшки так делают. Особенно, когда какие-то скидочки или что-то в этом духе, обязательно надо взять. Ну, тем более ленты – это такой магазин, который вот про запас всегда что-то купишь. У меня есть кладовка, в которой мы храним. У меня есть технический холодильник, в котором мы все храним. Ну, в том числе, кстати, арбуз туда запихиваем, чтобы он вкуснее был. Вот. И, кстати, очень советую вам хранить арбуз перед тем, как его вот открыть, положить его в холодильник. Он тогда реально очень вкусный получается. Вот. Так что, вот такие вот у меня были покупки на этот раз. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, те, кто еще не подписан. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok